Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева прошло видеоселекторное совещание по вопросам реформирования государственной службы повышения эффективности управления. Это является логическим продолжением осуществляемой в последние годы административной реформы. Благодаря курсу, проводимому президентом, государственные служащие стали намного ближе к гражданам. Налажена система диалога с народом, направление средств по инициативам населения, работы в разрезе махалей. Для эффективной деятельности сотрудников созданы надлежащие условия. В своём выступлении на совместном заседании Палаты Олимаджлиса глава государства отмечал, что очередная важная задача путём трансформации центральных ведомств создать компактную и эффективную систему управления, ориентированную на нужды граждан. В настоящее время в государственной гражданской службе работают 118 тысяч человек. Однако государственная служба ещё не стала системой, которая удовлетворяет народ. Например, в прошлом году в народные приёмные поступило 25 тысяч жалоб на некомпетентность и безответственность сотрудников министерств и ведомств. 7 тысяч жалоб на отсутствие у них культуры общения. Некоторые должностные лица не справляются со своими обязанностями из-за отсутствия комплексной системы выявления компетенции, обучения и совершенствования работы. В целом, отсутствие системы отбора, обучения и мотивации руководителей остаётся одной из основных причин низкого качества управления. В связи с этим, с привлечением отечественных и зарубежных специалистов, в течение двух лет на основе глубоких обсуждений был подготовлен закон о государственной гражданской службе. На совещании определены стоящие перед государственными органами приоритетные задачи, исходящие из требований данного документа. В первую очередь будет внедрена открытая и прозрачная система приёма на работу в государственные органы. Для этого до конца года все вакантные должности будут размещены на единой открытой электронной площадке. Требование о предоставлении 16 документов для участия в конкурсе на вакантную должность будет отменено. Все процессы будут переведены в электронную форму. Знания, опыт и потенциал кандидата будут определяться посредством открытого конкурса. Данная система была опробирована в порядке экспериментов в Самаркандской области и Государственном налоговом комитете. На совещании ответственные лица рассказали об итогах данного эксперимента. Отмечено, что каждое министерство и хакимиад должны начинать отбор кадров с высших учебных заведений. В целях налаживания системной работы в этом направлении будет объявлена программа отбора молодых специалистов. В рамках данной программы будут отобраны талантливые студенты выпускных курсов, которые пройдут стажировку в системе министерств и хакимиатов, а после обучения будут приниматься на работу. Программа охватит и молодых людей, обучающихся за рубежом. Как показал анализ, 40% руководителей центральных аппаратов министерств не работали на районном уровне, а 60% руководителей районного уровня не работали в областных или республиканских ведомствах. Поэтому президент подчеркнул необходимость уделить особое внимание росту кадров по службе по принципу от махалинского до республиканского уровня. Для этого с 1 ноября будет отменена справка-объективка старого образца и будет использоваться система оценки квалификации и достижений работника на основе передовых технологий. Проще говоря, будут предотвращаться случаи занятия руководящей должности некомпетентными людьми. Также для руководящих должностей на районном и городском уровнях будет создан резерв потенциальных кадров. Кандидатуры будут отбираться только из числа помощников хакимов и молодежных лидеров в махалях. В зависимости от их компетенции для них будут организованы целевые квалификационные курсы. Перед агентством развития госслужбы, агентством по делам молодежи совместно с фондом Ватан Дошляр, поставлена задача по реализации программы 100 передовых лидеров. В рамках этой программы из числа государственных служащих, активных предпринимателей и соотечественников за рубежом будут отбираться 100 перспективных молодых кадров. Для них будет разработана и отдельная программа обучения, внедрена система стажировок за рубежом. Такая программа хорошо зарекомендовала себя в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом на совещании рассказал руководитель аппарата, премьер-министра этой страны. Как известно, в нашей стране приоритетным является принцип «человек-общество-государство». Принимаются меры, чтобы людям было комфортно во всех сферах. В частности, стало намного проще получение лицензии, заказ услуг, подача документов в различные инстанции и платежные системы. Но во многих сферах по-прежнему существует бюрократия. Например, для получения субсидий необходимо заключение в среднем 10 министерств и ведомств. Существует также много лишних расходов и бюрократии при подключении к электрическим сетям. В медицине гражданам неясно, какая услуга бесплатная или платная. Отсутствует четкая система расчета и доставка лекарств от государства. Много процессов неудобных для населения и предпринимателей есть в области строительства, транспорта, коммунального хозяйства, стандартизации и карантина. Поэтому премьер-министру дано поручение сделать процессы обслуживания в каждом министерстве и Хакимяти понятными и удобными. Сократить излишние расходы и документы. Главное требование удовлетворения людей, сказал Шавкет Мерзиёев. Сегодня наш народ не безучастен к развитию своей страны. Активно участвует в делах Махали. Например, благодаря порталу «Открытый бюджет» и инициативы населения воплощаются в жизнь. В первом полугодии этого года было запущено более двух тысяч проектов. Самое главное, люди осознают свою причастность к данным проектам и бережно используют построенную инфраструктуру. На такие проекты в ближайшие полгода планируется выделить еще один триллион сумм. Поэтому перед ответственными лицами поставлена задача расширять масштабы данной работы. По мере роста частного сектора в экономике возрастает потребность в квалифицированных кадрах. На этом конкурентном рынке государственная служба также должна быть привлекательной. Поэтому президент подчеркнул, что гарантии деятельности государственных служащих также будут усилены. В частности, со следующего года будет введена система стимулов в зависимости от опыта, квалификации и результатов деятельности сотрудника. Их жизнь и здоровье будут застрахованы за счет государства. Государственным служащим честно и добросовестно, исполняющим свои обязанности, будут созданы гарантии достойной старости. Также затронут вопрос подготовки и повышения квалификации государственных служащих. Пока только 20% государственных служащих прошли повышение квалификации. Многие из них также недовольны качеством обучения. Поэтому отмечена важность создания совместных образовательных программ с зарубежными учебными центрами. Дано указание пересмотреть деятельность 110 учебных центров в системе министерств, обновить учебные программы и методики привлечь к обучению квалифицированных специалистов. На совещании заслушана информация премьер-министра и его заместителей, руководителей отраслей и регионов, зарубежных партнеров. Сегодняшнее совещание было очень плодотворным. Президент уделил внимание вопросам повышения квалификации, которые очень важны в деле повышения эффективности государственного управления. Также речь шла о том, какую помощь нужно оказать Академии государственного управления в плане повышения квалификации государственных служащих. Это очень важно, поскольку эти усилия в действительности сделают еще более эффективным потенциал и качество государственного управления. Будут служить результативности реформ, претворяемых в жизнь президентом Узбекистана. Мы должны многое поменять в вопросах обеспечения исполнения. Реформирование государственного управления имеет огромное значение в переходе на более высокий этап. в достижении уровня развитой экономики. Наряду с этим в центре внимания должно оставаться постоянное повышение квалификации, вопросы менеджмента, стратегического развития. И в этих процессах Академия государственного управления играет центральную роль. Президентом нашей страны поставлена задача формирования системы государственного управления. То есть это должна быть компактная, справедливая, профессиональная и работающая на результат системы управления. Такая система управления предполагает, конечно, высокую степень готовности государственных служащих. Что касается Академии государственного управления, это самое главное образовательное учреждение, которое отвечает за программы в сфере государственной политики и государственного управления. В этой связи сегодня нашим президентам были поставлены задачи, прежде всего изучать самый передовой зарубежный опыт формирования или создания совместных программ обучения, то есть подготовки кадров, переподготовки кадров, современных программ повышения квалификации. Поэтому, исходя из сегодняшних требований, мы будем работать с нашими партнерами, скажем, из Великобритании. Там Оксфордский университет с нами будет сотрудничать в плане подготовки магистров и специалистов, которые будут продолжать обучение совместно с их профессиональной деятельностью. Мы изучаем опыт Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, опыт Южной Кореи, Турции. Эти страны имеют очень хороший опыт в плане подготовки государственных служащих. Все они, конечно, будут служить интересам развития нашей образовательной и исследовательской системы. И с учетом сегодняшних требований, поставленных задач нашим президентам, мы будем разрабатывать и внедрять новую программу полной трансформации нашей Академии. То есть мы будем трансформироваться в новое образовательное учреждение с учетом самых современных зарубежных требований и стандартов. Ну, естественно, конечно, с учетом выполнения всех задач, поставленных нашим президентом на сегодняшнем заседании. Сегодня руководителям страны были обозначены те направления, которые непосредственно будут служить развитию этой сферы. Мы знаем, что до сегодняшнего дня руководители, в том числе и госорганизации, были вынуждены отбирать своих сотрудников, исходя из объективки, в которой имеется всего лишь общая информация. А теперь же, когда вводится система портфолио, у нас, у руководителей организации, появляется возможность непосредственно отбирать сотрудников не только исходя из общей информации, но и касательно всей деятельности этого человека, что, в свою очередь, во-первых, и нам даст возможность отбирать более тщательно этих сотрудников, и в то же время и молодым кадрам даст возможность опираться на то, что отбор будет прозрачным, открытым и без лишних бюрократических препонов. Руководителям страны было уделено огромное внимание непосредственно подготовке молодых кадров. Это ответственно, иметь молодую команду, но, в свою очередь, есть и определенные привилегии, потому что молодые кадры сегодня имеют возможность привлекать в свою деятельность и современные технологии в менеджменте, и поэтому руководитель страны уделил огромное внимание. Сегодня руководителям страны еще было предложено, с учетом зарубежного опыта, в том числе и Объединенных Арабских Эмиратов, организовать отбор 100 молодых наших соотечественников путем подготовки их и проведения практики в различных государственных организациях. Я думаю, что у нас в стране появится 100 хороших молодых кадров, которые могут возглавлять сферы или секторы государственного управления.